Число больных корей в Украине продолжает расти, только в Киеве за один день количество инфицированных увеличилось с 66 до 79 человек, об этом сообщают в столичной лаборатории Минздрава. По информации медиков, 80% заболевших не были привиты. Мы активно работаем как раз для того, чтобы провести, потому что единственным защитом на сегодняшний день это проведение щепки. И до 21 января продлили школьные каникулы в Ивано-Франковской области. Сейчас этот регион лидирует по заболеваемости корью. В течение следующей недели чиновники просят родителей вакцинировать детей. Тем временем вспышку кори зафиксировали в Закарпатье. В одном из сел заболели почти 80 человек. Устрашающими темпами растет уровень зараженных и во Львовской области. Все подробности об этом расскажут мои коллеги. Село Середнее Ужгородского района. Здесь с подозрением на корь госпитализировали почти 80 человек. Почти все дети, жители микрорайона, где находится ромский табор. Под инфекционное отделение отвели сразу два этажа местной больницы. Здесь строгий карантин. Увидеть детей родные могут только через окна палат. Павел неделю назад привез сюда трехлетнюю дочь, а Лариса двоих внуков. Мальчикам 2,6 лет. У детей схожие симптомы. Горячки, горячки, а потом уже до 39, до 40. Пристудилась температура. Горячки было и все. И кашляла. Да, привели туда палату. Лечит нормально, до зерна будет. За последние несколько дней ситуация в селе стабилизировалась, говорят медики. Новые заболевшие сегодня не поступали. На сегодняшний день остается 42 в лекарне. Но заходы, которые были у нас в жизни, думаю, они исприялись тому, что дальше она так не поширивается. Все пациенты выписываются в состоянии выздоровления. Медикаменты были полностью обеспечены. А вот в области, говорят, сложная эпидемическая ситуация. Корью заболели уже почти 700 человек. В основном непривитые дети. Это не щепленные люди. Как и дети, так и взрослые. Это одна из основных причин сейчас повышенной заболевания на кир. Из тех, кто заболели, 89% это дети. 11% это взрослые. Надо отметить то, что взрослые переносят это заболевание ваще, как взрослые. В первую очередь, это какие усклады? Отиты, ларинготрохииты, бронхиты. И достаточно часто это заболевание легенев. А вот во Львовской области большинство заболевших корью взрослые. Первую вспышку зафиксировали среди сотрудников одного предприятия в 10 километрах от Львова. Как допустили распространение опасного вируса, на заводе говорить не хотят. До нас, то есть, никто не выйдет? Напевно, что нет. Диагноз корь подтвердили у 32 сотрудников завода. Сегодня на предприятии пришли с проверкой эпидемиологи. Проводится медичный огляд перед початком работы. Это заболевание начинается подобно, как и простудно. Но в любом случае, или с простудным, или с кором, такие работники не допускаются на предприятие. Всего за последние две недели корью во Львове заболели 67 человек. И количество растет с каждым днем. Треть пациентов уже получила осложнение в виде воспаления легких. Вирус передается повитерно-кропленным шляхом на великой отстани. То есть, при разговоре, при кашле, при чхании, просто при дыхании, человек выделяет этот вирус. И может даже заболеть человек, который даже не знает эту человеку, но живет в одном доме, ехала в одном транспорте, в одном маршруте, в одном поездке. Врачи прогнозируют, количество заболевших корей в Украине будет расти. И в первую очередь опасности подвержены школьники, которые в понедельник вернутся с каникул. А потому советуют безотлагательно сделать прививки. Марина Коваль, Галина Якушко, Юрий Ковалев, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер.